Что касается вчерашнего события, ну, может быть, вы знаете, я изначально не принял такую форму общения. Ну, наверное, у нынешнего президента и выбора не было. Его позвали отказаться, вроде как-то и неудобно сожтут, что трус. Володя Зеленский, он специалист в этом плане, он, как он сам себя называет, шоумен, он артист. И вы знаете, тут особо нечего посмеиваться. Президент, любой президент, в какой-то степени артист. Все президенты хотят хорошо выглядеть перед своим народом. Все президенты хотят красиво, доступно сказать своему народу. Может быть, чтобы и дальше услышали. Любой президент образец, лицо своего народа. Что здесь не артистично, если можно так это назвать в политике. Поэтому не надо его упрекать в том, что он там артист, такой-сякой. Что касается Петра Порошенко, вы вчера заметили, он как артист уступал Володе Зеленскому абсолютно ни в чем. Это боец, настоящий политик. Поэтому я на это смотрел с таким, ну, наверное, как и вы, смотрел с интересом. Для меня это новая форма. Я единственное переживал за то, чтобы что-нибудь не произошло. Потому что когда стекается, пускай там 22 тысячи было человек, но это тысячи людей, притом разных, разных взглядов, настроены жестко. Я боялся, чтобы что-то не произошло непредсказуемое. Не дай бог, там погибли бы люди. Это была бы большая трагедия и для Украины, и для Беларуси. Что касается итогов, никто никаких преимуществ там не получил. Никто. Может, Володя рассчитывал, что Петр Порошенко ему уступит в этом артистизме, в высказываниях, в анализе. Нет. Порошенко в этом плане, как минимум, ничего не уступил. Поэтому, если взвешивать, я думаю, что Петр Порошенко ничего не потерял, а Володя Зеленский ничего дополнительно не получил. Они остались при своих. Но главный вывод из этого, им удалось, особенно действующему президенту, заставить за эти двое суток народ серьезно подумать и осмыслить ценность и важность воскресного голосования. Это им удалось.